Второе, что мы сегодня сделаем, это уже такое творческое будет у нас дело, это с иконками. Давайте я сейчас все тут позакрываю лишнее. Значит, смотрите, что мы сделаем. Мы поработаем немножко над главной страницей, раз мы уже ее меняем, то смотрите, здесь мы поменяем иконки. Помните, да, что у нас иконки были на главной странице вот такие, да, то есть, ну, стандартные иконки, которые встроены в Elementor. Это иконки Fond Awesome называется, Fond Awesome. Это набор иконок стандартных, которые, в общем-то, сейчас на всех сайтах используются. Вот, ничего такого примечательного. Но если вы хотите что-то свое, вот, например, как сейчас здесь, да, я сделала такие аккуратненькие, тоненькие иконки, они прямо вот заточены для того контента, который я здесь поставила, да, это онлайн-курсы, вебинары, консультации, там, человечки, там, экран, там, и все прочее, да. Вот такие иконки нужно уже искать дополнительно и как бы загружать отдельно. То есть мы вот такие иконочки сделаем, и еще мы посмотрим, как делается, как загружаются произвольные шрифты. Дело в том, что, да, в Elementor очень много шрифтов, но если вы обратили внимание, уже поклацали, там, поэкспериментировали, большинство шрифтов не работают с русским языком, с кириллицей, да, что-то выбираете красивенькое, а, упс, не работает. Поэтому если что-то хочется красивенькое, особенно рукописное, то это нужно загружать отдельно, да. Вот я покажу, как это делается. Ну, еще мы один посмотрим такой уже виджет, раз мы уже смотрим, да, называется он цитата, да, то есть цитату посмотрим, это тоже платный, и в платную версию входит. Хорошо, поехали. Первое начнем это с иконок. Значит, схема работы следующая. Первое. Иконки нужно сначала найти, либо сделать. Если вы прям дизайнер, вы можете их нарисовать. Второе. Когда вы нашли иконки, их нужно скачать в SVG формате. SVG. Такой формат есть, да. Чем он хорош, чем он отличается от JPEG, от PNG и так далее. Это, ну, векторный формат, который позволяет иконку растягивать, ну, в общем, увеличивать в размере, не теряя ее качество. То есть, по сути, SVG иконка – это как буквы шрифта. То есть вы буквы шрифта увеличиваете, и качество не меняется. Вот то же самое с SVG-картинками. Вы можете вот такую ее сделать, а можете вот такую, и она будет всегда хорошо смотреться. Четенько, классно, да. Шаг, это какой у нас шаг первый – найти. Второй – скачать в SVG формате. Третий шаг. Нам нужно пропустить эти иконки SVG через специальный сервис, который нам сформирует из SVG вот специальный архив, и потом уже этот архив загрузить четвертым шагом к себе на сайт. Вот такая схема. Давайте сейчас все это пройдем. Все ссылки я дам уже дальше, да, когда будем видео выставлять. Я покажу, где вы можете искать иконки и где вы можете вот этот сервис взять. Значит, сервисов всего три, которые позволяют загружать иконки. Вы можете вот их даже посмотреть, когда вот зайдете себе в админку, перейдите вот сюда, пользовательские иконки, добавить, и вы увидите, что здесь рекомендация «Фантелла» и «Комун» и «Фантастик». Самый из них простой – это «Фантелла». И «Комун» тоже мне очень нравится, но он немножко замороченный. Вот я рекомендую именно «Фантелла». Результат будет один и тот же, поверьте, да, но с «Фантеллой» просто проще работать. Окей, мы будем вот через него пропускать, формировать zip, а искать иконки вы можете на разных сервисах. Вы можете вообще просто зайти в Google и набрать следующий текст. «Фри айконс». «Фри айконс». Вот так вот набираете, и у вас здесь целая куча разных будет сайтов, которые предлагают бесплатные иконки. Есть, конечно, платные, да, вы можете вообще, кстати, заказать платные классные иконки. Но я покажу сейчас варианты с бесплатными. Окей, из того, что уже я знаю, чем пользуюсь. Первое, самый большой выбор иконок – это flaticon.com. Вот этот вот сайт, посмотрите. Здесь просто гигантское количество иконок, и все они… Вы можете искать какую-то конкретную тему, по конкретной теме иконку, а можете выбрать пакеты, уже готовые, сформированные пакеты. Есть платные, есть бесплатные. Все, что платные, вот они отмечены вот такой вот иконкой, как она называется-то, корона, да, вот такая здесь корона. Все, что без короны – это бесплатные иконки. Посмотрите, они все уже по темам. Например, время и дата. Видите, разные иконки по времени и дате. Дальше иконки bed and breakfast – еда и завтрак, да, но это такой тип отелей. Вот. Дальше вы можете, смотрите, выбрать по поиску что-то, что вам нужно. Например, меня интересуют иконки по онлайн-школам, по онлайн-образованию. Я так пишу – онлайн. Здесь по-английски надо будет писать, поэтому, если английский не знаете, гугл-переводчиком сначала посмотрите, да, вот вы начинаете писать, и вам тут же подсказки идут. Смотрите, онлайн-шоп, онлайн-шопинг, онлайн-пэйминг, онлайн-леунинг, да, это вот мой вариант онлайн-обучения. Ну, давайте вот его и выберем – онлайн-обучение. И мне подбираются, смотрите, просто иконки по этой теме. Я бы хотела сразу же уже взять комплекты. Для этого вот здесь вот в выпадающем списке я выбираю пэк, пэкс, то есть наборы. Смотрите, тут просто огромное количество уже готовых иконок, комплектов. Они уже сформированы именно по стилям, да, то есть в одном стиле, который я могу использовать. Значит, смотрите, здесь вы видите цветные иконки и черно-белые. Сразу хочу сказать, что для иконок выбирайте черно-белые, потому что когда вы все загрузите через Фантелла, это вот сервис, который формирует иконки, да, у вас все станет черно-белым все равно. Поэтому когда вы берете цветные, вот эти вот все красота цветная, да, которая вот выделяет там иконку, как-то ее подчеркивает, она вся смажется. Все это будет черно-серо-белое. Даже не черно-серо-белое, а просто черно-белое. Поэтому попробуйте, да, если красиво будет смотреться, ну окей, почему бы и нет. А если не очень, то, ну как бы, будет некрасиво. Смотрите, допустим, здесь, видите, фон такой, вот это все будет черное. Не очень будет хорошо смотреться. Но попробовать можно. Итак, смотрите, вот я выбираю, что мне здесь вот можно посмотреть. Разные иконочки. Ну, например, давайте вот выберем вот эти, да. Вот, дальше я смотрю, что здесь есть. Могу скачать сразу весь пакет Download Pack, да. Кстати, надо здесь зарегистрироваться сначала, чтобы иметь возможность скачивать. Вот, либо так, либо просто кликаем на отдельную иконку и скачиваем. Download, да, отдельную. Вот, это первый вариант. По поводу цветных иконок. Вы тоже можете их скачивать, но я покажу, как вы можете их использовать не как иконки, а как картинки. Итак, давайте сразу же я покажу еще, какие есть варианты, да. Free icons, второй вариант. Здесь тоже хорошие наборы. Можно посмотреть по наборам. Очень хорошие наборы в тильде. У тильды. Прямо вот они тоже по темам, например, education, образование. Видите, прям классные вообще иконочки. Вебинар. Пожалуйста, сразу, да. Что там еще? Магазин. Вот, вот прямо на тильде с удовольствием. Тильда просит указывать источник. Где-то внизу в футер нужно обязательно написать, что иконки используются тильды. Вот они просят иконки, обеспечены тильдой publishing. Внизу где-нибудь. Так, еще какие есть. Вот такие рукописные, тоже симпатичные очень иконки. Тоже огромное просто количество различных иконок. Какие-то платные, какие-то бесплатные. Вот, они рукописные. То есть нарисованные. Бесплатные отмечены словом free. Платные, соответственно, цена указана. Вот даже по поводу пандемии есть, да. Космонавты. В общем, разные. Можно что-то посмотреть. С иконками, да, много смотреть. Очень много разных сайтов. Давайте я возьму сейчас вот именно вот этот flat icon, да, и отсюда что-нибудь себе подберу для замены иконок. Итак, давайте что-нибудь, не знаю, даже. Давайте вот этот онлайн-леунинг, да. Вот, я покажу вам, как загрузить все. То есть вот мы загрузим целый пакет. Free download. Дальше. У меня здесь скачивается... А, я сегодня достигла лимита по скачиванию. Так, хорошо. Давайте предположим, что я просто сегодня уже скачивала. Я тогда сейчас верну то, что я накачала, ладно? А вы, предположительно, будете... Окей. Значит, смотрите. Вот, допустим, я скачала все иконки, да. Вот, например, у меня вот этот, да, Фантелла, допустим, скачался в архиве. Мы его разархивируем, то есть дважды кликаем, и у нас появляется... Вот он, сет. Значит, смотрите, открывается такая папочка, и здесь у нас есть уже скачиваются в разных форматах. В SVG, вот они, видите, в SVG, пожалуйста, вот они, иконочки, то, что нам надо. В PNG это вы можете просто картинки использовать. Это что касается именно платных, да, платных, красивых вот этих цветных картинок. Точнее, не платных, а цветных. Вот, например, здесь, видите, вот такие цветные картинки. Вот их черно-белые, точно будет некрасиво смотреться. Поэтому их лучше в PNG использовать в виде картинок. SVG тоже есть, но не нужно. Итак, вот смотрите, вот, допустим, я уже выбрала иконки. Вот они у меня, да. И теперь вот эти SVG-картинки мне нужно пропустить через сервис Фантелла. Переходим на сервис Фантелла. Вот так вот он выглядит. И сюда мне нужно перетащить те иконки, которые я хочу превратить, в SVG-картинки, которые я хочу превратить в иконки. Итак, я открываю загруженные, загруженные папки картинки. Выбираю, что мне подходит. Так, давайте я немножко другие выберу. Возьмем из тильды. Там все то же самое на самом деле, да. Ну, возьмем, например, так, какие у меня там, давайте я сейчас напомню себе, что там у меня. Онлайн-курсы, вебинары и консультации, да. Онлайн-курсы, вебинары и консультации. Окей. Итак, выбираем. Вебинары. Это календарь, это у нас стол. Вот, консультация будет вот эту, да. То есть я перетаскиваю картинку со своего компьютера в Custom Icons, вот сюда. Видите, у меня сразу же появилась иконка. Окей, одна есть. Перетаскиваем вторую. Это будет у нас консультация. Это будет... Пусть это будет спикер, да. Пусть это будет у нас вебинар. Вторая картинка. И третья у меня будет онлайн-школа, да. Давайте мы сделаем вот эту шапочку. Вот эту, да. Образование. Перетаскиваем. Все. Смотрите, вот у меня три картинки, которые я выбрала. Вы можете выбрать сколько угодно. Хоть все вообще загрузить. Итак, теперь мне нужно их как бы выбрать. Для этого я просто кликаю левой кнопкой мыши. Левой кнопкой мыши. Левой кнопкой мыши. Они выделяются таким вот красным кругом. Все, я выделила их. Дальше. Второй очень важный момент. Вот здесь вот в поле вверху нужно придумать название. Вы можете использовать только латинские буквы и подчеркивания, либо тире. Итак, я назову эти иконки. Пусть они будут онлайн-школ. Онлайн-школ, да. Через тире я написала. Дальше нажимаем на значок. Я не знаю, как эта штука называется. Ключ, да. Вот. И здесь вот CSS-префикс тоже нужно обязательно придумать уникальное название. Каждый раз, когда вы будете загружать новые иконки, вот эти две вещи надо делать уникальными. Иначе это не сработает. Да, они не могут быть одинаковыми. Здесь я что-нибудь напишу. Ну, например, онлайн-скул тоже. Слитно я напишу. Онлайн-скул. Все. Дальше нажимаем на кнопку Download Web Font. Загрузить. И нам загружается эта штука в архиве. Видите, фонтелла, номер какой-то и zip. Вот теперь вот этот архив мы можем загрузить себе на сайт. Переходим на сайт. Внутрь в админку. Elementor. Пользовательские иконки. Добавить. Пишем. Название не обязательно. Можем пропустить. И вот сюда нажимаем. Ну, открыть, да. Так. И загружаем. Теперь мне надо найти это. Сейчас, минуточку. Так. Значки. Сортировать по добавлению. Я сегодня столько их загружала, что, видите, у меня их так много. Загрузки. Сейчас, минуточку, найдем. Фонтелла. Они начинаются с фонтелла D3. Да. Фонтелла, фонтелла, фонтелла D3. Ага, вот они, да. Вот она, фонтелла D3. Я не распаковываю этот архив у себя на компьютере. Итак, я его беру, открыть и загружаю. Через какое-то время появится вот здесь вот название, то, что я прописала, и иконочки, которые я загрузила. То есть их может быть гораздо больше, да. Вот они у меня. Раз, два, три. Все. Нажимаем обновить. И теперь идем на главную страницу, страницы. Открываем главную в редакторе Elementor. Спускаемся ниже к нашему флипбоксу. Кликаем левой кнопкой мыши и меняем иконочку, да. Здесь у нас что у нас? Онлайн-курсы. Кликаем по выбору иконки. И вот здесь внизу, видите, у меня появились пользовательские иконки Online School. Кликаем сюда. И вот здесь, вуаля, все иконочки, которые я загрузила. Итак, онлайн-школа у нас будет с шапочкой. Вебинары у нас будут с микрофоном. И консультации будут вот так. Здорово. Давайте перейдем в стиль, немножко увеличим размер. Так, иконка, иконка, отступ. Вот размер иконки, да. Чуть-чуть сделаем побольше, а отступ поменьше. Ну, слишком там большой отступ получается, да. Иконка побольше, это поменьше. Копируем виджет и вставляем стиль. Замечательно. Правда, красивенько, да, получилось? Все. Вот так вы можете любые иконочки использовать. Смотрите, что делать, если вам очень хочется симпатичную иконочку цветную. Потому что, видите, она здесь все, черно-белая. Здесь вы можете менять только цвет. То есть не цветную, а разноцветную, да. То есть здесь программа, вот эта фантелла, она что она делает? Она превращает из картинки... Вот, допустим, смотрите, я сейчас вам просто покажу пример, да. Вот я беру цветную картинку, вот, которая мне понравилась, да, например, так вот, медицинская, да. Например, беру я SVG. Вот они у меня цветные, симпатичные, прямо с таким фоном красивым, да. Я ее перетаскиваю в фантелла, да. Это сервис, который генерирует из картинки, делает иконку. И что у меня в итоге получилось? Вот смотрите, я сейчас увеличу размер. Вот, и у меня получилось, ну, так себе, да, согласитесь. Ну, ничего не видно, да. Было так красиво, а стало так несимпатично. То есть она превращается в черно-белый. Естественно, когда иконка, чем она хороша, мы можем задать ей цвет. Вот теперь смотрите, когда она у меня здесь черно-белая, но по факту-то у меня она здесь беленькая, да, и я могу здесь задать любой цвет для иконки. Видите, вот основной цвет белый. Я могу здесь задать красный, и она станет красной. Понимаете, да, то есть я могу задать любой цвет, но она не может быть разноцветной никак. Поэтому, если очень хочется цветную иконку, то делаем следующим образом. Кликаем на выбор иконки, и здесь у нас графический элемент, не иконка, а изображение. Кликаем сюда, и уже скачанную иконку, которую мы скачивали, да, выбираем уже не SVG, а выбираем PNG. Выбираем ту картинку, которая вам нравится. Настройки все те же самые. Тоже мы можем здесь размер задать. Прозрачность даже можно сделать. Скругление углов. Ну и так далее, да. Вот так это работает. Понятно, да, еще раз. Иконки бывают разноцветные, бывают черно-белые. Если вам нужна четко иконка, то скачиваем, пропускаем SVG через Fantella, скачиваем zip, загружаем пользовательские иконки, и вуаля, у вас есть иконки для работы. Да, вот здесь вы можете уже выбирать иконки содержимым. Если вам очень хочется цветную иконку, цветную картинку, то используем ее в виде картинки PNG. Все, я надеюсь, все понятно здесь. Вопросов нет.